МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. История, культура, традиции в Ненецком округе издали первый этнографический атлас. Издание поможет представителям разных народов сохранять национальную самобытность и идентичность. Учитель технологии из городской школы номер 3 Татьяна Кудрявцева стала победителем в номинации «Педагогические мастерские» на всероссийском конкурсе «Учитель года». И в этом году следить за содержанием детских площадок в городе Нарьинмаре будет индивидуальный предприниматель, а мэрия и журналисты будут следить за работой предпринимателя. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе с начала текущей недели в Ненецком автономном округе выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших жителей Нарьинмара, поселков Искатели и Каратайка, а также сел Неси и Верхняя Пеша. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 940 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистические данные включены не только местные жители, но и работники нефтяных месторождений, находящихся в этот период на вахте. По данным медицинских организаций, с начала этой недели выздоровели 24 пациента. В настоящее время на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 66 пациентов, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек. Находится на амбулаторном лечении 55 человек. Достаточно ли лекарственных средств для лечения всех больных в стационаре и для лечения амбулаторных больных? Да, стационарный сегмент у нас наполнен в полном объеме. Те препараты, которые есть в аптеке для лечения амбулаторных пациентов, также в достаточном количестве. Как сообщили в профильном департаменте, медицинскими организациями выписано порядка 900 бесплатных рецептов. Тяжелые больные у нас сегодня есть, которым необходима какая-то уже помощь более серьезная. Те пациенты, которые находятся в реанимационном отделении, они регулярно консультируются с институтным центром федеральным. То есть дополнительной помощи пока по ним не требуется. С начала пандемии в регионе проведено более 19,5 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекций. Только за прошедшие сутки 80. На учете в региональном управлении Роспотребнадзора состоят 398 человек. На этой неделе в округе был зарегистрирован первый случай летального исхода от коронавируса. Пациент в возрасте 64 лет имел тяжелые сопутствующие хронические заболевания. Длительное время проходило лечение в Ненецкой окружной больнице. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, мужчина скончался. Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В ее рамках приняты ограничительные меры. В общественных местах необходимо находиться в масках. Прибывающие в Наринмар из других регионов, в том числе и местные жители, должны предоставить справку об отсутствии COVID-19. Если таковая отсутствует, прибывший обязан соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Пройти экспресс-тест на наличие или отсутствие инфекции можно в окружных медицинских организациях. Запись на тестирование открыта с 1 февраля во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы и центральной районной поликлиники Заполярного района. Всю необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии, короткий номер 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Ольга Русул, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север. Представители профильного департамента и собрания депутатов Ненинского автономного округа оценили состояние зимника Наринмар-Усинск, который в этом году открылся позже обычных сроков. Сейчас по зимней дороге могут передвигаться все виды транспортных средств. В этом году строителям зимника пришлось нелегко. Малое количество снега привело к его позднему открытию. Работа по строительству дороги ведутся постоянно, но грузовому и легковому транспорту уже разрешено движение. Протяженность данного участка 55 километров. Задействовано 17 единиц дорожно-строительной техники, плюс помогательная техника, такие как вахтовый автомобиль, топливозаправщик, трекал. Порядка 45 человек сейчас трудятся на зимнике, ну и проживают, соответственно, в городке. Плюс это еще два КПП, которые располагаются в начале зимника и в конце уже, пути следования. Депутаты собрания депутатов решили лично проверить состояние зимника. Маршрут пролегал до пункта отдыха, где они также оценили столовую и сами домики, где могут остановиться водители и переждать неблагоприятные условия. Мы также со всеми депутатами проверили зимник, зимник в удовлетворительном состоянии. Можно также легковому транспорту ездить. И действительно, сейчас мы проехали и видим, что тундра бесснежная, и поэтому подрядчикам приходится довольно-таки сложно все это намораживать и делать. Но пока мы посмотрели, нас все устраивает, действительно, и покорреть можно, и людям здесь остановиться, как в пургу. И цены очень демократичные. Более подробно о жизни зимней дороги на Усинск расскажем на нашем телеканале в понедельник. История культуры и традиции в Ненецком округе издали первый этнографический атлас. Издание поможет представителям разных народов и религий вести диалог, сохранять национальную самобытность и идентичность. На сегодняшний день в Ненецком округе зарегистрировано 175 общественных объединений. 9 из них имеют национально-культурное направление. Собрать всю информацию о их деятельности, культуре, истории, кухне – основная задача первого в регионе этноатласа. У нас есть на базе этно-культурного центра клуб земляков Ненецкого автономного округа. Он уже много лет работает. И в него каждый раз входят новые землячества. И не только национальные, но и территориальные землячества. Это забытые деревни, которые... И вот сегодня мы акцент делаем на национальных землячествах, вот именно в атлас. Сохранение межнационального и межконфессионального согласия в округе – одна из важнейших задач. В работе по изданию сборника приняли участие все национальные объединения региона. Округ вообще, по своей сути, всегда был многонациональным, терпимым друг к другу. И в этом плане мы показателем отсутствия межнациональных конфликтов и доверия друг к другу на самых высоких местах Российской Федерации. И у нас очень активные национальные общественные объединения, их лидеры. Все с удовольствием приняли работу в подготовке этого этноатласа. Там достаточно красиво иллюстрированы, наглядно проиллюстрирована их работа и участие, и активность общественных объединений. Всего издано 400 экземпляров этноатласа, которые будут направлены в общеобразовательные организации и учреждения культуры округа. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в деятельность полиции и добавила полицейским несвойственную для них ранее работу. В рамках представленных полномочий по контролю соблюдения правил самоизоляции сотрудники полиции провели в 2020 году порядка 11 тысяч проверочных мероприятий. К административной ответственности привлечены 182 гражданина. Кроме того, в круглосуточном режиме полицейские участвовали в работе пропускных пунктов для прибывающих в округ воздушным, водным и автомобильным транспортом. Отметил на сессии собрания депутатов в своем докладе о деятельности управления внутренних дел по Ненецкому автономному округу исполняющие обязанности начальника УВД Сергей Сахаров. Проведенный анализ результатов оперативно-служебной деятельности управления с учетом дополнительной нагрузки и новых вызовов показал, что принятые в прошедшем году меры и реализованные мероприятия позволили обеспечить правопорядок на верной территории, а также оздоровить криминогенную ситуацию на отдельных направлениях. Последовательная работа всех заинтересованных органов привела к сокращению уровня преступности в округе на 3%. 732 преступления в основном в абсолютных цифрах зафиксировано в округе. Особого внимания заслуживает положительная динамика в снижении грабежей, краж, мошенничеств. На уровне 2019 года сохранилось число совершенных убийств, а это 3 телесных повреждений, 8 поджогов, 1 поджог повреждений, имущества 6. Совершенствование совместной деятельности всех субъектов профилактики, отнесенных стратегией национальной безопасности к числу приоритетных задач, позволило достичь снижения преступлений, совершенных в общественных местах, на бытовой почве, в состоянии алкогольного пенения лицами, ранее приступавшими закон и среди несовершеннолетних. Как отметил руководитель окружной полиции, последний факт в отношении несовершеннолетних особенно радует, поскольку ранее УВД по Ненецкому округу по этому критерию всегда находилось в зоне критики со стороны Министерства внутренних дел и других надзорных органов. По окончании доклада депутаты окружного собрания задали Сергею Сахарову ряд вопросов, высказали свои мнения, рекомендации и предложения в адрес полицейских. При работе, связанной с защитой водных биологических ресурсов, ориентироваться на борьбу с браконьерами, а не с людьми, которые ловят рыбу себе на уху. А зачастую именно против них совершаются процессуальные действия и возбуждается уголовные дела, и на них делается основная статистика. У меня вот предложение, чтобы ориентироваться все-таки именно на серьезные преступления, не пытаться натягивать уголовные дела, по сути дела, на тех, кто осуществляет любительский лов. А с пониманием подходить к местным жителям, пенсионерам, которые стоят в сети возле населенных пунктов. Действительно, сегодня всех их можно квалифицировать как браконьеров, но, к сожалению, такими не становятся, в том числе и из-за несовершенства и ошибок, которые были допущены в правилах рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, которые, мы очень надеемся, в ближайшее время будут пересмотрены. И вот последняя встреча Юрия Васильевича Бездудного с руководителем Росрабоводства подтверждает. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. В своем комментарии к докладу о деятельности УВД депутат Николай Запалов выделил ряд направлений, по которым необходимо усилить работу. В частности, речь идет о борьбе с киберпреступностью. Я полностью поддерживаю, потому что 2020 год показал, что киберпреступность порядка трех четвертей показала рост количества преступлений. Суммы, впечатляющие по этим преступлениям, это порядка 15 миллиардов рублей на территории Российской Федерации, что сравнимо с бюджетом Ненецкого автономного округа. Я думаю, каждому понятно, что это большая сумма. И тот слой населения, который задевают преступники, это старики, забирают последнее. То есть, да, надо, конечно, уделять внимание. И, может быть, подключать наших сенаторов, депутатов Госдумы, о увеличении наказания за данные виды преступления. Содержанием детских площадок в городе Нарьинмаре в этом году будет заниматься индивидуальный предприниматель, а не муниципальное предприятие «Чистый город», которое обслуживало игровые городки на территории города с 2014 года. В июле 2020 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу вынесло решение о нарушении администрации муниципального образования антимонопольного законодательства. Решение мотивировано тем, что мэрия нарушает федеральный закон о защите конкуренции. Поэтому в 2021 году «Чистый город» был вынужден провести торги и передать обслуживание детских площадок предпринимателю. В ходе торгов начальная цена была снижена на 46%. Окончательная стоимость контракта – 2 миллиона 73 тысячи рублей. Предприниматель будет обязан до конца года поддерживать чистоту, порядок и безопасность на 31 спортивной игровой территории. В частности, проводить уборку зимой не реже двух раз в неделю – летом ежедневно. Кроме того, предусмотрен ремонт элементов покрытия, покос травы, а также уход за зелеными насаждениями и газонами. Мэр города Олег Белак осмотрел шесть уличных игровых территорий, на которых, по информации подрядчика, должна была начаться уборка снега. Но по факту механизированная уборка проведена была только на двух площадках. Ее качеством глава города остался недоволен. Исполняющий обязанности директора «Чистого города» Алексей Ляпин отметил, что будут контролировать подрядчика ежедневно и требовать от него исполнения каждого пункта контракта. Оплачиваться будут исключительно только те работы, которые выполнены в положенные сроки. Просто я работаю учителем. Учитель технологии Татьяна Кудрявцева, педагог с 18-летним стажем работы, приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года», который проходил в городе Волгограде. Победитель регионального конкурса профмастерства представил наш округ на заключительном этапе. О своих впечатлениях педагог рассказал о нашей съемочной группе. У нас модель 4, размер 38. Учитель технологии школы номер 3 Татьяна Кудрявцева, победитель регионального конкурса профессионального мастерства «Профессионал года-2020». В номинации «Учитель года», педагог с 18-летним стажем, эксперт на конкурсных мероприятиях в движениях «Обилимпикс» на территории Ненецкого автономного округа. В выборе будущей профессии никогда не сомневалась. У меня и бабушка-дедушка учителя, и папа-мама учителя, и прадед-учитель, поэтому мне просто некуда было больше идти. Я же выросла под столом учительским. Когда меня мама родила, тогда еще не было декретных отпусков. И вот мама рассказывает, она мне была учитель биологии, химии. Я вот маленькая, двухмесячная, спала под столом учительским в люльке. Татьяна Кудрявцева – учитель по призванию, по велению души. Дети чувствуют это сполна, ведь их не обмануть. Поэтому действительно любят своего учителя технологии черчения. Помогает мне, спасает меня. Она крутая. А на уроках интересно? На уроках интересно. А что тебе нравится? Объясняет хорошо. Что особенно нравится на уроках? Ну, несложно, типа, легко. Татьяна Кеннадьевна – очень хорошая, она очень хорошо преподает. У нее предметы все понятные и очень интересно даже. На технологии иногда она очень много всего рассказывает, даже из своей жизни. И тогда ты понимаешь, не знаю, даже как жить, например. Ну, очень интересно. За то время, которое я ее знаю, я могу сказать, она очень хороший учитель, она очень хорошо преподает и понятно. По технологии черчения у меня оценки хорошие. Татьяна Геннадьевна очень понятно объясняет. Она может рассказать какие-то истории из жизни. Финал конкурса «Учитель года» включал в себя несколько испытаний. Например, методическая мастерская и урок. Но все же главное, по мнению нашей героини, это участие. Ведь все, без исключения финалисты конкурса, а их было 85 человек, уже добились признания в своем регионе. Это конкурс, скорее фестиваль такой, куда собираются и так победители. Вот когда нам говорили жюри, она все время говорила, что вы и так победители. Или победители своего региона. То есть вы лучшие учителя своего региона. Но, конечно же, нас оценивали по критериям. То есть были специальные конкурсные критерии, разработанные выдающимися педагогами, докторами наук. И вот они оценивали наше мероприятие. «Быть Учителем года» – большая ответственность и вместе с тем большой труд, который включает в себя не только профессионализм, но и безграничную любовь к детям. Это может быть каждый, абсолютно. Просто нужно сделать шаг и участвовать. Я бы тоже, наверное, не стала участвовать. Потому что, на самом деле, мы в этой рутине, в этой школьной, мы забываем о том, что у нас есть другая жизнь. Даже конкурсная жизнь. Просто вот директор сказал, давай, подерзаем, поучаствуем. Вот я по ее совету, по ее наставлению решила поучаствовать, заняла в регионе место. Напомним, участие делегации Ненецкого автономного округа в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» осуществляется при активной поддержке губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Успешных предпринимателей Ненецкого округа поддержат на национальной премии. 26 февраля пройдет региональный этап премии «Бизнес-успех», на котором выберут лучшие бизнес-проекты. Регистрация на участие продлится до 16 февраля включительно. Национальная премия пройдет в этом году в десятый раз. Оценивать проекты участников регионального этапа будут известны эксперты и бизнес-тренеры. Кроме того, в рамках мероприятия члены жюри проведут мастер-классы по своей специализации. Премия «Бизнес-успех» – это федеральный проект, совместный проект опоры России, Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты Российской Федерации при поддержке корпораций малого и среднего предпринимательства. Сам проект направлен на популяризацию предпринимательства и бизнеса. Участие в мероприятии бесплатное. Желающим нужно пройти регистрацию на сайте и заполнить анкету. Все заявки пройдут отбор и жюри премии выберет 15 финалистов, которые презентуют свой бизнес-проект 26 февраля на конференции. Победители по пяти номинациям за исключение народного предпринимателя будут представлять свой бизнес в Москве, но предварительно они как приз за победу в своей номинации получат акселерационную программу. Это программа, состоящая из пяти дней пребывания в Москве с посещением мастер-классов, посещением интересных мест, встреча с успешными предпринимателями и культурная программа. На самом деле это очень хороший приз, за который стоит побороться. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса НАУ в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы и состоится на базе Дворца культуры Арктика. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на севере.